Жители более двух тысяч домов в частном секторе Тюмени могут претендовать на получение субсидий для перехода с централизованного отопления на газовое. Программа начала действовать в этом году. Главная задача снизить число аварий на сетях. Ведь в год 30% порывов от общего количества происходит именно на самовольно проложенных трубах. Тему продолжит Алексей Козлов. Ну по ночам бывает холодно, конечно. Батареи холодные. С газом, наверное, тепло будет. В этом доме Валентина Костылева живет почти 40 лет. Вспоминает, когда въехали, трубы для отопления сами прокладывали с соседями. Спустя время все чаще на сетях стали происходить порывы. Причина частых порывов труб в этом районе в том, что уложено не непрофессионально. Не учтен коэффициент температурного расширения. Обычно при монтаже необходимо устанавливать специальный компенсатор. Когда на морозе труба осужается, становится короче, это бывает и на сантиметры, и на десятки сантиметров, то люди ничего не замечают, если этот компенсатор есть. Когда его нет, труба натягивается, как струна, и в один момент лопается. Конкретно на этом участке, этой зимой мы устраняли 14 технологических повреждений, что для участков 700 метров это достаточно много. Решение – переход на газ. Плюсов сразу несколько. Включить отопление или выключить можно самостоятельно. По средней стоимости за год газовое отопление обойдется на 30-40% дешевле, объясняют специалисты. По большинству улиц газопроводы проложены, техническая возможность для подключения у заявителей имеется. На сегодняшние дни к нам в организацию обратилось более 20 заявителей, желающих перейти с центрального отопления на газоснабжение. Мы предлагаем договор оказания комплекса услуг для заявителей. В удобное время выезжают наши специалисты, проводят обследование, подберут оборудование газовое необходимое, выполняют работы. Претендовать на субсидию могут жители 2000 домов. По расчетам сумма должна полностью покрыть стоимость покупки и установки оборудования, если оно будет бюджетное, а схема без изысков. Программа субсидирования сегодня принята. Она предусматривает выплату субсидии каждому жителю такого дома, который предстоит перевести с централизованного отопления на газовое в размере до 130 тысяч рублей. Это тот объем средств, который рассчитан адекватно, по факту. Мы изучили рынок, мы отработали этот вопрос с газораспределительной организацией. Обратиться с заявлением на получение субсидий и переходе на газ можно в департамент городского хозяйства Тюмени. Валентина Костылева это уже сделала. Сейчас идет соглашение, пока все бумаги сделают, будут проводить. Алексей Козлов и Александр Старожук. Тюменская служба новостей.